всем доброго времени суток сегодняшнее видео я посвящу как раз таки теме почему канал называется именно счастливая разведёнка то есть знаете периодически зависая на мужских каналах в чатах кстати часто мне за это говорят что ты делаешь на мужских каналах зачем ты сюда пришла фуэр спорит одно вот эта любимая фраза это прям какой-то постулат мужского движения вот обвинять что я шарис на мужских каналах дабы набить себе подписоту то есть на мой взгляд такой себе варианте на тем не менее скажу так во первых на мужских каналах любой женщине полезно побыть побыть и для начала так с недельку по разным каналам походить посмотреть и помолчать послушать и помолчать то есть не вступать в какие-то диалоги привлекания споры а просто помолчать когда сделаешь раз два и три начинаешь прислушиваться наконец то есть вот эта бабская прошивка она немножко заглухает как-то правильно говорится в общем-то притихает и начинаешь слышать людей мужчин какой-то момент начинаешь задумываться и вот первое счастье это начинать сбивать вот эту бабскую прошивку начинать наконец-то слышать и понимать противоположный пол а не тупо как сказать правильно верить в то что нам преподносили в детстве я большинство девочек воспитывает именно так то есть нам по большей части вбивать на из некие заводские настройки серии мужчина должен мужчины сильный мужчина не умеет страдать мужчина по факту обязан сильный независимый но скажи так это все глупо и видимо есть смысл все-таки женщинам прислушаться прислушаться что мужская боль действительно существует это раз опять-таки мужское движение как противовес феминизму и феминизм с его глупыми постулатами не поддерживаю ни тех ни других скажу так и те и другие своих радикальных взглядов выглядят отвратительно но каждый должен придерживаться именно вот этих радикальных взглядов потому что малейшее отступление от основных взглядов и то есть слабость за слабость можно зацепиться но перспективу феминизму побольше потому что женская солидарность все-таки есть бабы когда случается что-то плохое они сплочаются а вот мужчины пока к этому не готовы и пока вот этого не будет мужское движение но будет только на словах а не на деле вот серьезно поэтому забудьте я резки пока в обществе съесть некий склад что мужчина должен мужское движение в жопе вот но это так небольшое отступление опять-таки знаете счастье после развода имеет место быть потому что если ваши отношения были обречены обременными это не важно изначально если все шло именно в жопу в тартары все-таки разойтись это не самый худший вариант да есть дети да вы были дебилы когда пошли на столь серьезный шаг веря в лучшее что вы сможете друг другу изменить и после рождения ребенка наоборот все станет лучше да и хрена лучше не станет и их не будет но коль ошибка так сказать произошла и вы верил верили в лучшее и по факту еще и ребенок появился поскольку вы разошлись не стоит винить конкретная женщина или какая-то конкретно мужчина говорит что вот все мужчины козлы или все бабы дуры нет нет ребят если вы разошлись то не женщина дура или не мужчина дурак только вы вместе два дебила вы вы тупые создания которые вместе пошли на это дерьмо пойдя в загс понимаете какого хрена вам не жилось вместе нормально если она вам ну что вот надо законить отношения нужно пускать солнышко давай поживем и тогда увидим но нет же это же правильно правильно давление общества со стороны что же вы чужие же давно вместе пара он пара конечно и детишек пора наклепать и пойти в гребаный загс пора вместе все слушаются обычно все ну и коль баба залетел конечно же нужно ответственно взять на себя записать ребеночка хотя сейчас в нынешних реалиях черт возьми очень выгодно быть матерью одиночкой но почему-то женщина стесняется этого статуса господи стоит задуматься о том что государством будет всячески помогать если вы будете записываться как матери-одиночки неужели вам нужно потешить свое эго до искать вот у ребенка есть папа у меня есть бумажка это доказывает что у него есть папа вашей бумажкой можно вытереть зад ровным счетом если есть бумажка по факту этого папа нихрена нет вы будете от этого счастливее нет вот и все поэтому стоит осознать что в том что вы разошлись нет ничего страшного по факту вы приобрели новую бумажку но если вы разошлись то может быть стоит задуматься о том как не травмирует психику ребенку окончательно вашим разводом и я думаю да женщина по большей части женщина нужно задуматься о том что по большей части 90 процентов успеха после разрыва в их руках наладить отношения с бывшим мужем давать ему ребенка детей сколько вас там я не знаю наконец-то долбить детям что папа это святое несмотря на то что мама с папой когда-то ругались разошлись папа очень важный человек в их жизни потому что трижды бабы с яйцами будут и все такие крутые умные отец нужен пусть приходящий пусть воскресный но папа родной папа им нужен если он не конченный алкаш дебил дегенерат наркоман где не знаю слизистого здесь такие люди да вы просто залетели случайно какого-то дурака да и вас ума не хватило аборт сделать вы родили то пожалуйста допускать такой человек лучше не приходит когда он в пьяном состоянии до в непонятном наркотическом опьянение приходит или приходит и срывается на детях нет такой контакт не должен быть безусловно но мы сейчас нормальных адекватных отношениях вы разошлись потому что проблемы были в ваших долбанных головах вот серьезно и задумайтесь что будет лучше когда вы научите детей против родного отца или когда вы наладите отношения с этим человеком вы не будете гавкаться у вас будет все хорошо в жизни меньше конфликтов меньше проблем на мой взгляд это логично и я пошла на такой шаг и это сделало меня реально еще более счастливым человеком проблема реально уменьшилась в разы и в этом и счастье также здорово то что я изначально знала что я буду рсп я не боюсь этого слова я не боюсь этого клейма или как там правильно говорится мне все равно моем понимании это обычное социальное положение до разведенка до ребенок со мной после развода остался ничего зазорного лично я в этом не вижу куда хуже когда женщина развелась и побежала дальше искать нового мужика но спонсора нового отца своему ребенку хотя отец есть и отец хочет видеться с ребенком хочет воспитывать ребенка или детей неважно сейчас просто скажем просто ребенок но блин баба своим отчаянным порыве показать что она сильная и независимая почему-то начинает вдалбливать ребенку что отец хреновый а я расскажу вам почему потому что она боится что ребенок подрастет скажет слушай мам а может быть ты сама реально дура а папа хороший а пока здесь можно узнать дети они же как пластилин их мозг пластилин можно вдолбить по сути все что угодно и женщина пытается это сделать плюс когда появляется новый мужчина жизни ну как же проще же постелиться перед ним и сказать что о милые давай давай ты воспитываем его ребенка а будет назвать а папой вместо того чтобы сказать ты знаешь да ты безусловно важный человек моей жизни я уважаю тебя люблю или что-то там еще что люди испытывают него не знаю это все неважно сейчас но сказать ты знаешь да у меня есть тебе чувства я уважаю тебя но у него есть родной отец и я не хочу навязывать ребенку ложных стандартов пускай он останется жизни ребенка ребенку это важно так должно быть это заложено природой это естественно куда противоестественно когда есть родной отец который хочет тянуться к ребенку на его посылать нахрен и навязывать нового папу который не папа социальный папа сейчас так положено говорить вот это плохо на мой взгляд это отвратительно но кого-то наручать я тоже не собираюсь и знаете часто мне говорят о не такуську из себя строишь конечно почему бы нет все вот эти приколы серии кому чего давали не давали там да не строй себя ту кем ты не являешься не знаю я всегда была той кто я сейчас просто моментами что-то во мне раскрывалась а моментами что-то молчала стоит кому-то что-то доказывать нет встречались на моем канале ребята которые пытались мне что-то вдолбить но если я не разделяю мнение человек мне тяжело что-то доказать а я уж тем более не буду кому-то что-то доказывать потому что мне это нафиг не нужно я считаю что это пустая трата времени потому что человек по большей части только своим умом должен дойти до чего-то понимаете но к этому обычно подталкивают его некие события некоторые эмоции но не явно когда ему говорят ты знаешь вот слушай меня но мне тоже виднее когда-то говорят обычно шлю по большей части серьезно я думаю все это знают поэтому самый хреновый способ достучаться за человека показать ему что ты умнее его обычно таких людей мало кто слушать но куда лучше прислушаться к человеку который сказал ты знаешь я сейчас расскажу да как как я облажался или облажалась ты уже делай выводы хорошо то есть тебе-то виднее по сути как лучше сделать я лишь просто расскажу о своей ошибке выводы делать вам как говорится но почему-то никто так не действует никто так не делает а я решила сделать именно так сказать да ребят я облажалась если у вас есть какой-то негативный опыт поведайте давайте блин разбираться вместе давайте что-то придумывать и спасибо реально спасибо тем людям которые отликнулись на это которые стали идти из вместе со мной также задумываться о чем-то или не задумываться на помогать мне и я реально очень 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 благодарна потому что буквально за полтора месяца я не то чтобы изменилась прям совсем совсем но на мой взгляд есть реально такие большие скачки в развитии и просто восприятие много чего возможно я не права но посмотрим что будет дальше и да несмотря на то что я рсп и все такое все вот эти представители мужского движения сторонники мужского движения которые иют негатив лют по море вообще просто плевать когда читаешь что-то подобное просто улыбка потому что иммунитет на такую хрень вы вот этими гневными словечками можете пробить на эмоции типичных баб именно баб в токсичном понятии слов не русскую бабу да и украинскую не знаю зависимости от национальности пофиг а именно бабу в самом худшем смысле этого слова вот их пробивайте на эмоции нормальная женщина послушать кивнет и пойдет дальше ребят вот те кто льют дерьмо это бесполезно когда особенно у бабы какая-то установка голове все забейте все что вы говорите это заранее провал поэтому в данном случае негатив ну есть и не есть мне все равно поэтому я не боюсь появляться на мужских каналах общаться с кем-то там потому что я пришла туда именно за общением это раз я пришла туда за некими мыслями эмоциями знаниями они явно обращать внимание на всяких негативщиков которые пытаются самореализоваться за счет унижения других если такие люди токсичные они есть то они срываются не только на рсп как они вообще на хрен на всех срывается это тоже заранее заведомо фиаска поэтому счастье в этом счастье в том чтобы понять что жизнь не так хреново как нам преподносили или как преподносит другие что да если дерьмо случилось главное выкарабкаться из этого дерьма пытаться его исправить счастье в свободе счастье в том чтобы не слушать других счастье в том чтобы пытаться исправить ошибки исправить себя понять себя мне допустим проблему самооценкой они настолько большие масштабные страшные что порой даже страшно себе сознаться в этом но я пытаюсь поэтому стоит учиться на своих ошибках стоит слушать друг друга слышать друг друга что немаловально счастье в этом посмотрим что будет дальше совершенно не знаю честно даже порой страшно задумываться но от этого не уйти и да я хотел сказать спасибо всем тем кто со мной канал реально сделал большой скачок почти за полтора два месяца я сейчас не помню но это круто и круто то что я просто делюсь именно женским взглядом на то или иное событие на какие-то моменты и люди есть которые разделяет мое мнение который помогает его корректировать каким-то образом вот это здорово вот это важно и спасибо что вы со мной реально от всей души от всего сердца спасибо спасибо что вы слышали всем добра бобра и до следующего видео